Дождь на улице идет, мокрая погода, много капель на стекле, а тепла немного. Как осенние грибы зонтики мы носим, потому что на земле наступила осень. Я тут уже выкладывал этот стишок. Помню, учил с сыном, когда он в ясеньке ходил, этот стишочек. Что-то он мне так понравился, я его запомнил. Сейчас как раз вот дождь идет, все с зонтиками. В общем, всех приветствую на моем канале. Буду снимать дорогу, себя не буду снимать, потому что темно в машине. И буду рассказывать, куда мы сейчас едем. Время, кстати, 17.40. И мы сегодня начинаем работу. Сегодня, конечно, в 7 местах, наверное, было на замерах. Где-то мне удалось что-то померить, где-то нет. В общем, есть такие организации. Блин, ну что это за слово такое? Организации, которые хотят, чтобы к ним приходили ремонтировать окна. Либо выходной, либо в 5 утра, ну либо вечером после работы. Потому что, видите ли, там работают сотрудники. Если мы будем открывать окна, полетят документы. В общем, создадим мы им неудобства, так скажем. Потому что около окон сидят какие-нибудь женщины. Им надо куда-то уходить. А если они уйдут, значит, они не будут свои функции выполнять рабочие. Вот, и поэтому для таких заказчиков мы готовы сделать исключение. И приезжать хоть ночью, хоть днем, хоть выходной. Но договорились на вечер. И что интересно за заказчик-то у нас такой? Он необыкновенный. Он такой федерального значения даже, я бы сказал. Мне сейчас надо подобрать моего напарника сегодняшнего. Где-то он должен здесь стоять, я не знаю, блин. Еще туман какой-то начался. Пипец. В общем, сейчас... Самое интересное... Да, это... Что хотел сказать-то? Если кто-то хочет поддержать меня, финансово я в плане имею в виду, если кому нравится мой контент, можете спокойненько на меня подписываться на Бусти. Так, и где же он? Где же он? Его и нету нигде. Сейчас буду звонить. Ну, давайте закончим про Бусти. Но тогда вы будете знать, как мы работаем с юрлицами. Вот сегодня жирный заказ у нас такой довольно-таки. Как мы на него вышли? Как нам оплатили? Может быть, не оплатили? Сколько мы в итоге заработаем? И вот вся вот эта система, короче, по юрлицам, по каждому, допустим, с банками, с гостиницами, с какими-то другими, с офисами. Все вот это дело я рассказываю. Но информация стоит денег, как сами понимаете. А кому это не интересно, пожалуйста, смотрите мои видосы дальше на ютубчике, на Дзейнин, ВКонтакте или в Одноклассниках. Нет, конечно. Ну все, давайте сейчас доедем пока. Я буду искать своего Илюху. Ну что, мы подъехали. Если что, вот куда мы сюда приехали. Видно меня, не видно? Так, тебя сказали снимать побольше. Ты всех бесишь, но все тебя любят. Что, правда? Да, да, ты всех бесишь. И там кто там говорит на заднем плане? Что за чухан там? Типа, да, ну человек же снимает. Какая-то чушка там что-то комментирует. Ты мне знаешь, где комментировал? Где этот, как его, ну типа лайм, где был, помнишь? Тяга, тяга там была, это, короткая-то. И потом еще, как же он написал-то чувак один у Артема, где арочная створка. Что вы тут снимаете, чухню? Еще там какой-то комментатор что-то там комментирует, непонятно. Ну, в общем-то, это, говорит, побольше его показывайте. Ты готов? Что мы сегодня, фурнитуру меняем? Короче, темно, вечером. У нас очень много фурнитуры. Илюхал. Паспорт с собой? Да. Паспорт на систему здесь. Их ничего себе. Ты иди вот туда в стакан. Там стоит дядь Сережа, а ты бери инструмент. Ну ладно, все, идем. Так. Блин, все, скотча опять. Сейчас мы делаем как створ. Я понял, реально тут, кстати. Ручка где? Что, отмывашка опять сидит? Я думаю, что... Ну, можно еще. Словка закрыта, но не поджимается. Там тоже бумажки заклеены. А что, красный рамбушный или что? Да, по всей видимости. А, тут вон какая-то вата еще лежит. Жесть. Ну, давай откроем. Плотнитель скончался. Как обычно, вот эти штучки. Которые мы очень любим. Пенопластики. А у нас космосфена-то мало. Хватит, не хватит. Ладно, короче, снимаем створку. Идем делать. Короче, это мака, ее хрен снимешь. Вообще не идет никак. Что, надо звездочку мрать. Время тратить не будем. Мы ее сейчас отсоединим. Держи, стоп. Блин, не та звезда. Быстрее делаем так. Поворачиваем. Так, а ты что отпустил-то? Она отцепилась. Она отцепилась. Сейчас мы ее вытащим. Ты держишь? Да. Все. В помойку ее. Реально, ее... Жопа. Она вот закусила ее. И вместе с штифтом она вращается. Как ее сейчас снимать, я не знаю. В каком-то положении. Вон она. Работаем. Меняем мако. Ну, уплотнитель здесь меняем тоже, кстати. Опять у нас петля вон закусила. Штифт вращается вместе с ухом. Да. Говорят, машину не сюда поставил. Говорят, надо переставить ее. Так же переедем. Да, еще что-то сидит, что-то снимает. Да. Так, у нас, в общем... Ты должен не упоминать, что это ты работаешь, что раз ты в подвод-сервисе. А, ладно. Вот зря я это сказал. Значит, привод у нас не подрезается. Мы его втыкаем. Удивительно, он у нас встает без подрезки. Саш, ты был. И здесь тоже. Редко такое бывает. Ну, что ты, вытащил маковский штифт. Он же легко вытаскивает. Нормально работает. Где не через 15 лет придешь, и я здесь не имя. Да, нет, нет. Ты сейчас пометру. Давай. Так. А я. Нет, ты давай это. Что, ты сюда и сюда? Да. Все, все, все. Во! Это сила, дай. Ну, вот. Ваш любимый мак. Два дебилы. Это сила. Я бы 600-го. Он хочет снимать черапу. Сделала, блин. Ну, был там обломер. Ну, вот. Красота. Короче, клещи делаю дело. Блин, я тоже все сказал. Серьезно. Надо было это ставить. В Советском Союзе? Да, с лицевой отверстие. Котовый советский? Не должно быть. Вообще, в арсенале. Вообще, мака не должно быть. Не, ну, мака-то должна. Ладно, потому что не начинаю. Ну, вот, с лицевой вот это вот говно вот это вот. Это вот такой, инженер советский. Пошел бы ушел в себя. Прям, чем они. Просто где вот, как они-то заболтит? Смотри. Да. Кошки маленькие, запыленные. Все, все, снял? Оттираем вот этот оставшийся от говной штучки вот эту штуку. Продолжение следует... Ну вот, очищается. Спустя полгода я все отмыл от клея. Вот эту часть я не отмываю, потому что сами все отмывают. Я отмыл только, где у нас будет касаться уплотнитель. Сейчас откручиваем от ветки. И выкидываем их. И будем сейчас ставить новые петли зигеневские. Что, вешаем? Да, все вешаем. В девятом пазе всегда переводим в слабый прижим. Потому что это паз недоразумение. Что, как гром? Ой, английская. Чего ручку не поставь? А где ты мне ее взять, интересно? Закрывай, закрывай, закрывай. Что, она даже расклинилась? Видите? Потому что мне тут надо тирать. Чего? А зачем? Клининг ведет. Это на скорость не повлияет. Скоро жена меня заругает, короче. Все пододеяльники перетаскал. На ветошь. Ну что, мы с этим окном закончили. У нас снизу прижим. Откинает ветку. Раз. Два. Три. Четыре. И сзади. Раз. Два. Зигения, пожалуйста. Здесь можно вытащить в любой момент. Отмыли место, где ручка. И отмыли. Примыкание. И сейчас все работает. Откидывается. Поджимается. Идем дальше делать. Металлолом. Немного погнули. Маку. Ну и не жалко. Так, ну что скажешь? Прошути в стыд. Хорошо все? Устроил сбор. Собрал денег на себе камеру. Ему люди даже. Можно перепись коротких людей. 14 тысяч, короче. Ему привели. А он так не купил. 14 тысяч. Не, я купил, как же. Экшн камеру купил. Где она? А надо, ну блин. С ней неудобно. С ней надо ходить все снимать. А за это могут по голове стукнуть. В общем раз еще одно окно мы сделали. Переводим тоже все в слабый. Прижим наш коврик, чтобы не портить линолю. Позади хватит. Так, а ты что тут ничего не отмыл-то? Я столько скоблил. Снизу вообще все липкое. Я сейчас буду тут делать так. А, а что он тут скоблил-то? Ладно, я пошел, короче, петли ставить. Уже скоро, кстати, надо возить, будто не мой метр. Значит, смотрим у нас, что было. Ответки здесь никакой не было. Первая ответка откидная шпингалет. Вот на таком расстоянии, наверное, метр от низа вторая ответка. То есть тут сапфорд и сверху. Опять 800. Нет ни одного прижима на ножницах. И по всей высоте окна там всего лишь одна ответка. Всего лишь одна ответка со стороны петель. Нет ни дырочек, ничего. Вот они. Мне тут скидывают клещ и мелоки. Типа 3 тысячи стоят, но в наличии нету. Да. Ну вот эти болторезы. Ну вот скажи, как ты пришел к бабушке. Там мазала мне силиконом. В косике. А потом, короче, эта бабушка мне скидывает ссылку на озон. На шпатель для силикона. Да, бабушке пришлось деньги вернуть. Пальцем их можно чувствовать. Да там у них деревянный откос из дерева сделан из панелей. Он Илюха скажет, прикольно. И нормально там, кстати, замазал. Как сваркой. Да. Ну прям, знаешь, вроде не ругает, но... То есть тебе вот, блядь, прям вот просто, блядь. Первый раз ты прям, ну, скипло, под руку прям. Ну, да, всякие договорки. А, ну ты его спечатал? Да, я вас здесь. Так, а я тебе бумагу привез. Ты же сам сказал, я завезу. Так надо отвезти. Хорошая подсветочка. Значит, убираем все это. Это моя чашка. Что, надо клинить его? Или его никто не подкручивал? Да, диагональ не подкручена. Ты же шестигранник вознеедет. Кто там? Кто там комментирует? Что-то с петлей не так. Надо все-таки крутить нежную. О, пошло дело. Не, ни фига, она сточена. Не знаю. Давай, листочек. Грязный есть? Давай, листочек. А что сточено? Нормально, я там все поджимаю. Лице сточено. Это я что-то не поджимаю? Да блин. Я чую. Как мне показать? Барушкин тест делаем. Вот так делаем. Давай вот здесь поверим. Петля беда. Ну что, я предлагаю ее заменить. Еще частик посидим здесь лишний. Может быть. Раз. Два. Телефон заберем, в принципе, пускай приезжает и дальше. Вскрываем вот это, вот это дело. Все. Победили. Да. У нас сегодня 23, а не 20. Встреча. Так как мне не разрешили говорить, где мы будем работать, я этого не буду делать. Вот. Соответственно, нас выгнали. А я это где-то. Можно к мужику ездить? Это что такое? Ты ебнутый что ли? Не знаю. Это что за... А что ты? Вот тебе его это. Короче, нас выгнали, сказали уже поздно. Мы хотим все спать. Ты не снимай. Ну что, скажи всем хейтерам. Хейтерам. Ебнутый, блядь. Хотят в двери сделать створку. Мы подумали, что это реалит. Взяли вот обрезок. Завтра мы можем в больницу съездить, к этому чуваку, которому... Завтра у меня день рождения. Мне ничего не интересно. Да. Все, мы уезжаем. Все, скажи всем пока. Подписки, лайки скажи. Да? Вы сами знаете, что надо сделать. Все. Так, буду себя по-дурацки так снимать снизу, с подсветкой. Какой час вечера у меня на слепых глаза. Спросили мне, короче, не говорить, где мы работали. Я как бы и не собирался это говорить. Вот. В общем, мы сегодня сделали первую часть. Суть в чем? Изначально они хотели заменить эти окна. Но так как там недавно сделан фасад из кассет. И сделали примыкание откоса там на закладных. Короче, когда все это окна будут менять, они посчитали, что фасад надо будет переделывать. И решили нам позвонить. Решили позвонить нам и поинтересоваться вообще, можно ли отремонтировать эти окна. Вот в таком они состоянии, в безнадежном. То есть раму мы от уличных откосов не вытаскиваем. Мы переделываем откосы, подоконники, крепим как полагается. В общем, там перепениваем, еще что-то. Меняем фурнитуру. Ну, видим в состоянии, да, чтобы вот что мы сделали. Меняем уплотнитель и смотрят они. У них вот это пробные три окна мы сделали сегодня. А так у них здание, ну, довольно-таки большие объемы, там 50 окон условно. И если наш этот эксперимент окажется удачным, к сожалению, они будут отдавать это на тендеры. А там уже лотерея. То есть кто туда придет на эти тендеры. То есть мы как бы показываем мастер-класс, как можно сделать. В тендерах мы, конечно, поучаствовать, наверное, сможем, но цены у нас будут другие. Не как строительные фирмы, которые там потом каких-нибудь джамшутов наймут. Всем джамшутам привет. Прикольное имя, кстати, популярное. Стало нарицательным. Про таджиков вообще ничего плохого не могу сказать. Хорошие парни, работники мне помогали делать квартиру. Так вот. Соответственно, сейчас мы сделали первый этап. И будем делать второй этап. Это монтажники. Опять же, надо переходить в выходные. В выходные, потому что за вечер это не сделаешь объемом. То есть демонтаж от гипсокартона, там, этих направляющих, подоконников. Перепенивание, установка старших профилей. Новые откосы, новые подоконники. Все это надо сделать красиво, без разрушений. Все, будет окошечек как новенькое. Его надо там будет, ну, клиник там потом отмоет вот эти створки от скотча. В принципе, ничем не будут отличаться от новых окон, да. Ну, единственное, только ширину мы уже не сможем добавить. И стеклопакет, и сороковой будет. Но для офисных помещений, как обычно, этого будет достаточно. Так, теперь информация для Boosty. Как мы вообще попали в эту организацию. Я скажу, кстати, сейчас, что это за организация. Одна из крупных, федеральных, там, крутых организаций. Вот. Но это только будет для Boosty. И расскажу по ценам, сколько нам прислали или нет финансов. Ютубчик пока. Подписчики на Boosty, привет. Ну, плюс налоги 6%. В общем, время 9 часов. У меня уже башка не варит, поэтому так хаотически получается разговор. Все, пойду себе пивка куплю, что ли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok